Это программа День с Толком в студии Ирины Корчагина. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. Вопреки всему, в Солонешинском районе вновь разгорелся скандал между жителями и охотниками за золотом. Вычесывают шерсть и не убирают фекалии. Жители Барнаула считают, что стали заложниками клуба для собак. Биться до конца мужчина из Рубцовска несколько дней подряд выходит на одиночный пикет в Барнауле, чтобы спасти своего сына. Бывший замглавы Первомайского района Дмитрий Шипунов осужден за коррупцию. Его приговорили к трем годам лишения свободы условно и штрафу в размере двух миллионов рублей. Об этом сообщает сайт Банфакс. Как считает следствие, когда Шипунов выполнял обязанности руководителя муниципалитета, он получил взятку от одной из компаний. Взамен помог ей поставлять оборудование для местного мупа и гарантировал приемку работ. Но поставщик не выполнил свою долю договора, из-за чего чиновник и привлек к себе внимание правоохранительных органов. К другой теме. День памяти и скорби. 81 год назад в этот день началась Великая Отечественная война. В Барнауле сегодня возложили цветы у Стеллы заводам, которые были эвакуированы в войну на Алтай. За годы Великой Отечественной войны на территорию Алтайского края эвакуировали более ста предприятий. 1941 год стал для Барнаула поворотным. У аграрного края появляется мощный промышленный потенциал. Во время войны каждый второй винтовочный патрон для фронта изготавливали в Барнауле. Каждый пятый двигатель Т-34 на заводе Трансмаш. Предприятие Бийска отправили на фронт более 7 миллионов противотанковых гранат и более 2 миллионов зажигательных авиабомб. Напомним, в прошлом году столицу Алтайского края признали городом трудовой доблести. Не ушли и уходить не собираются. Золододобывающее предприятие, которое перерыло реку в Солонешинском районе и провело рекультивацию далеко не на всей необходимой территории, может вновь приступить к своему промыслу, уже на другом участке. Жители и представители охотхозяйства против такого соседства, а общественники и вовсе считают такую деятельность противозаконной. Анастасия Дороган продолжит. В Алтайском крае нет в районах такой плотности животных, как именно в Солонешинском районе. Не земля, а звериный рай, где животные вольно ходят по дороге. Копытные и хвостаты будут первыми, чья жизнь изменится с приходом золотодобытчиков. Вернее, они уже здесь. Техника золотодобывающей компании на готове с прошлого года. Домики для жилья рабочих, наверное, да? Ну. Там никто не живет? Нет. Промысловики появились в Солонешинском в 2018-м. Пока они перерывали реку у села Топольное, экологи и местные жители возмущались уроном для природы. Ведь на этой земле растут краснокнижные растения. Уже в суде промысловики сначала отрицали редкие травы, затем обещали их изъять и сохранить. Суд в итоге приостановил работу золотодобытчиков. Но они пошли дальше. Учредили новое юридическое лицо. И от этого нового юридического лица обратились в СИБНЕДРА, в Департамент по недропользованию по Сибирскому федеральному округу, с просьбой переоформить прошлую лицензию на новое юридическое лицо. Таким образом появилась новая лицензия, но в тех же самых границах, на те же самые участки, ну и естественно с тем же целевым назначением, с теми же видами работ. Поэтому мы считаем, что это незаконно. Лицензия на добычу выдана до 2028 года. Речь идет о довольно большой территории – Россыприки Щепета и реки Солонешное. Фирме осталось получить разрешение Краевого Минприроды. Компания подала заявку на два участка, правда их точное расположение неизвестно. По одному комиссия дала отрицательное заключение, второй рассматривают. По мнению местных жителей, один из участков прямо рядом с техникой. Люди, выражая свое мнение в бланках, из 110 мнений допускают золотодобычу один. Вся природа, все цветы, все водоемы, они же все портят. Надо поднимать экономику страны. А, то есть вы зам? Обязательно. Этим, я думаю, не поднять экономику края. Поля засеивались, что вот это вот, скот держали. А золотом это навряд ли. Только больше урона принесем. Предполагаемый участок добычи в пойме реки. А здесь, по наблюдению Александра Тюнина, пролегают звериные тропы. К водопою или Солончакам, или через реку на другой холм, где по весне зреет первая травка. Золотодобычники уничтожат эти места, нарушат покой и звери мигрируют. Следом пострадают села ниже по течению. Медведевка, это Первомайка, это Лютаево, куда эта река продолжает свой путь. Потому что при добыче все химикаты будут течь дальше в деревне. Там люди держат скот. Там люди, не имеющие стиральных машин, которые стирают свои вещи в реке, они не смогут этого делать, потому что будет постоянно грязная река. Местный бюджет пополнения от промысловиков практически не ощущает. В 2021-м годовое поступление нам оценили в 11 тысяч рублей. Сотрудники администрации в неофициальном становке поделились, что плюсы не найдут даже те, кто захочет там трудоустроиться. У них основные свои, наших они не берут, у них же свое оборудование. Надо же быть специалистами, надо обученными быть, чтобы работать на этом. Но даже после ухода промысловиков, судя по опыту района, не легче. Под селом Топольная компания должна была провести рекультивацию, вернуть на место земельный покров, посадить деревья. Справедливости ради, на участке в 100 на 100 метров они это тогда сделали. Лицензия у нас, все, мы имеем право полное. Суд там из-за рекультивации что-то там не то было, нам запретил. Но мы сейчас рекультивацию делаем, завтра я тоже туда погоню технику, там немного надо будет доделать еще. Что можно сказать? Трава и сорняки растут, растут или пытаются выжить сосенки, которые здесь высадило золотодобывающее предприятие. Маленькие деревца вокруг, например, вод. Только мне кажется, что ему здесь не очень комфортно. Прогнозные ресурсы были 57 килограмм золота. Сейчас звучит такая информация о том, что по результатам доразведки этого месторождения прогнозные запасы выросли. Ну, может быть там в полтора, может быть в два раза. Но это не то, что не покрывает того ущерба, который наносится государству, окружающей среде, экологическому благополучию населения. Он просто даже близко не стоит по размеру с этим ущербом. А пока Минприрода проводит экспертизу второго участка, представители ОНФ обратились в прокуратуру, чтобы проверить исполнение судебного решения со стороны золотодобытчиков и СИБНЕДР. Если проверка правоохранителей ни к чему не приведет, общественники вновь готовы идти в суд. Анастасия Дороган, Андрей Печоркин. День с толком. На Алтае повысят мрот и заплату бюджетникам. Это стало известно на пресс-конференции министра финансов края Данила Ситникова. Дело в том, что доходы регионального бюджета планируют увеличить на 8,5 миллиардов. Это связано с ростом налоговых и неналоговых поступлений. В первую очередь выделенные средства пойдут на увеличение с 1 июня минимального размера оплаты труда. Если раньше он составлял 13 890 рублей, то теперь 15 279. А зарплату всех категорий бюджетных сфер увеличат на 10%. Также в планах значительно увеличить объемы финансовой помощи муниципалитетам. Параметры сегодня составляют 54 миллиарда рублей финпомощь по всем направлениям, районам и городам. После принятия этих поправок, без малого половины поправок, чуть более 4 миллиардов рублей, опять же пойдут на финансовую помощь органам местного самоправления. И финпомощь составит 58 миллиардов рублей. По отношению к прошлого года 44 миллиарда рублей. Темп роста составит 38%. Это беспрецедентные объемы финансовой помощи органам местного самоправления. Весной этого года перед энергокомпаниями встал вопрос выполнения ремонтной и инвестиционной программ. Причина – санкции, которые повлияли на значительный рост стоимости горюче-смазочных материалов, транспортировки и некоторого оборудования. Как справляются с непростой экономической ситуацией алтайские энергетики, выясняла София Яценко. Уже более 60 лет завод «Алтранс» производит трансформаторы для энергокомпаний не только Алтайского края, но и других регионов России. За последние 15 лет предприятие значительно расширилось. Появились новые производственные площади и увеличились мощности. С начала 2022 года производство выпустило около 4,5 тысяч трансформаторов и почти 500 комплектных трансформаторных подстанций. В этом году завод планирует запустить еще один производственный корпус, который позволит увеличить объемы выпуска продукции в полтора раза и создать новые рабочие места. С Россетями, со всеми подразделениями очень плотно и хорошо работаем. Участвуем практически во всех тендерах, которые проводятся по нашей номенклатуре оборудованию. Когда получается побеждать тогда, соответственно, осуществляем поставки. Возникают вопросы по поставкам материалов и комплектующих, но пока удается решать. Среди потребителей продукции завода крупные предприятия, в том числе и Россети Сибирь. Алтайский филиал, который планирует вложить более миллиарда рублей в ремонт, реконструкцию, а также модернизацию электросетевого хозяйства в регионе. Все планы энергетики выполнят, в том числе и благодаря тому, что работают с российским оборудованием. Конечно, существует и стресс-сценарий развития, но сегодня мы работаем в рамках утвержденной инвестиционной программы, в рамках ремонтной программы, те, которые были у нас в конце прошлого года утверждены. Энергетика полностью перешла на импортозамещение. Все наше оборудование готовится на территории Российской Федерации и проблем у нас с этим нет. Политику импортозамещения в компании реализуют с 2014 года. Так, Бирюзовая Катунь, Белокуриха-2, Сибирская Монета, крупнейшие электросетевые комплексы, построенные компанией Россети Сибирь, уже полностью из отечественного оборудования. В целом, если промышленность рассматривать, то она устояла, как всегда, как в любой кризис, который мы проходим, потому что достаточно диверсифицирована она у нас и разными отраслями представлена. Поэтому наши опасения февральские и начало марта, они, к счастью, не сбылись. В том, что все работы энергетики ведут по графику и даже с опережением, можно убедиться, побывав на любом объекте. Например, на подстанции Санниковская, где в этом году будет завершена реконструкция. Стоимость работ около 300 миллионов рублей. Все оборудование отечественное. Силовые трансформаторы из Тольятти, оборудование оперативного пункта управления из Екатеринбурга и Самары. Подстанция снабжает электричеством почти 4000 абонентов. После реконструкции мощность увеличится в 2,5 раза. Таким образом, Алтаэнерго обеспечит развитие пригородных поселков, которые сейчас нуждаются в дополнительной мощности. Сейчас мы идем по графику. Мы нисколько пока не сократили инвестиционную программу и ремонтную программу. Мы идем даже чуть-чуть с опережением графика. Всего в этом году энергетики отремонтируют почти 8000 линий электропередачи, около 1700 КТП и заменят 2500 опор. Модернизация и реконструкция пройдет не только на Санниковской. Обновят оборудование и на Новошипановской и многих других подстанциях. К зиме электросетевой комплекс будет готов полностью. А помогут в этом энергетикам отечественные производители энергооборудования. София Ценко, Дмитрий Денисов, День с толком. Отец ребенка с тяжелым диагнозом спинальная мышечная атрофия несколько дней выходит на одиночный пикет у здания краевого правительства. Он намерен добиться от властей положенного лечения для своего сына, Матвея Чепуштанова. У мальчика редкое заболевание, когда постепенно атрофируются мышцы. Сначала перестают двигаться ноги, потом руки и все тело. Считается, что победить спинальную мышечную атрофию может единственное лекарство – золгинсма. Стоимостью свыше 2 миллионов долларов. Чудо, мальчик его получил. И улучшения были. Но сейчас врачи говорят, что нужно продолжать лечение уже другим препаратом – спинразой. Ежегодно нужно ставить три укола, стоимость которых – 12 миллионов рублей. И постановлением суда медики обязаны предоставить препарат. Но из-за бездействия системы здравоохранения мужчине приходится отстаивать права маленького сына. К слову, семья малыша нашла более дешевый аналог – рездиплам. Его цена – 4,5 миллиона. Но родители не слышат. В Барнауле собаки оккупировали дом. Об этом заявили жители многоэтажки на Эмилии Алексеевой. Люди узнали о том, что теперь им придется соседствовать с клубом для собак. А узнали они об этом в тот день, когда через придомовую территорию прошло почти 200 собак. Подробности в нашем сюжете. Четвероногие, двуногие, палатки, стулья – все смешалось у дома на Эмилии Алексеевой. Собаки и их хозяева стоят в очереди на выставку. В тот день здесь прошло около 200 четвероногих. Местные жители в шоке. О том, что в этой пристройке открылся клуб для собак, они узнали на прошлой неделе. Заставили все наши парковки, газоны. То есть их тут чесали, разложили столы. Там они ели, пока ждали своей очереди. Здесь у них есть гостиница еще для собак. Вот вокруг тут начали выгуливать таких крупных собак. Там такая худенькая девочка держала двух собак, еле удерживала. Также местные жители говорят, что собаки не только захватили придомовую территорию, но и заминировали ее. Был прецедент, когда в окно одна из женщин крикнула женщине с собакой, за которой она не убрала. Та ей в ответ сказала, я что, в ладошки буду складывать? Попасть в клуб нам не удалось. Судя по вывеске, он работает по предварительной записи. Но в самой организации по телефону нам сообщили, что в клубе еще идет ремонт. Вообще, по нормам в жилых помещениях запрещено содержать подобные клубы, приюты. Но представитель клуба для собак заявил, что к самому дому они не имеют никакого отношения. Если есть закон, который мы нарушаем, встретимся в суде. То, что говорили, не убирали с собаками, то, что вот эти фоточки разместили, снимали только, как собачки какают. А как за собачками убираются, мы, к сожалению, потом прошли, всего лишь три мешочечка с какушками собрали. В любом случае, здесь необходимо обратиться в Роспотребнадзор, чтобы они дали свою оценку этой ситуации, обратиться в администрацию района по месту жительства. Есть практика, когда органы местного самоуправления, администрации местные обращаются с исками о прекращении прав собственности на такого рода объекты в связи с тем, что его использование не соответствует нормам действующего законодательства. Мы не против собак в целом. Собаки – это неплохо, это животные. У нас у самих, у всех животные. Но такое огромное количество их – это как бы перебор. Насколько я знаю, многие звонили хозяйке. А через несколько, наверное, пару человек звонков она просто отключила телефон. Чьи интересы выше – собак и их хозяев или местных жителей? По всей видимости, это уже решать в суду, если все участники конфликта не придут к компромиссу. Ирина Корчегина, Алексей Фризин, Дмитрий Денисов. День с толком. С начала купального сезона в Алтайском крае уже зарегистрировано двое утонувших. Оба ребенка. Чтобы эта статистика не росла, спасатели постоянно напоминают родителям о мерах безопасности. Но в этот раз специалисты пошли дальше и решили поговорить напрямую с детьми. Что из этого получилось, расскажет Дмитрий Дроздов. Вот руками его держите. Нога впереди. Вот. Вот. Слушайте, руками вперед. Не палкать там. Вот вперед вы бросаете. Даже спасательный круг нужно бросать правильно. Недолет, перелет, ошибка. Как и бросок прямо в человека. Нужному навыку на городском пляже спасатели учили детей. Те, кто помладше, старались максимально замахнуться. Но силы подводили. У этих ребят другой козырь. Все они умеют плавать. Но и это задание отработали. Но вообще спасательный круг идеальный вариант. Куда сложнее, конечно, вытащить тонущего самому. Но и после того, как человек оказался на суше, спасательные действия не закончены. Второй этап мастер-класса – первая медицинская помощь. Искусственное дыхание, чтобы освободить организм от воды. Плечики прямо, рядом с ним сесть, плечи рядом. И качать. Раз, два, три. Тридцать раз. Надо сначала ему как бы... Мы данные мероприятия проводили, ну, как говорится, на пальцах. Рассказывали детям о статистике, страшной статистике. Слова тут излишние, видите, какая наглядная агитация и спасательные средства. Притом не какие-то подручные, специализированные дети. На практике учатся. И не только спасать, но и оказывать врачебную помощь. Врачебную даже на уровне такого масштаба. Это прекрасно. Это прекрасная практика на всю оставшуюся жизнь. Детям, да и нам, взрослым. После мастер-класса спасатели отправились проверить акваторию Абис. С наступлением жары, а эта неделя обещает высокие температуры, барнаульцы ищут все возможные берега, чтобы охладиться в воде. И чаще всего выбирают для этого места подальше от людских глаз. Побережья, не подготовленные для купания. В настоящий момент мы используем все силы и средства на патрулирование тех мест, где у нас неразрешено купание. У нас по городу Барнула таких мест 25. Поэтому в городе созданы профилактические группы. Мы применяем и беспилотную летательную технику. Она в основном пригодится для тех мест, когда выявление новых мест несанкционированного купания. Добавим, что за купание в неположенном месте положен штраф от 300 до 500 рублей. Рейды с поиском любителей дикого отдыха проводят ежедневно. И пока ни одного документа инспекторы не выписали. Однако с начала купального сезона в крае утонули два человека. И чтобы эти цифры не росли, советуют не забывать об элементарных правилах безопасности. Дмитрий Дроздов. День с толком. Государственный театр драмы в Барнауле увековечил свой юбилей фотосессии. Напомним, в этом театральном сезоне драма отметила столетие. Громкие, улыбчивые и талантливые на фотосессии собрались все поколения. От молодых актеров и заслуженных артистов до технических сотрудников сцены и администраторов. Все подошли к мероприятию ответственно, облачились в строгие костюмы и элегантные платья. Сначала фото всем составом сделали на сцене. Затем коллектив выстроился перед зданием театра драмы. Фото коллектива векового сезона позже украсит стены театра. Продолжение следует...